Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать эскиз куртки-рубашки. Это тренд весны 2021 года, сейчас они везде. И давайте мы с вами попробуем ее нарисовать. При этом я покажу такой момент, как на наш с вами эскиз добавить пояс. И это очень частая ошибка, когда изделие, оно изначально не со вшитым поясом, а пояс идет отдельно. И он может быть как из основной ткани, так может быть из кожзама, кожи или другой какой-то ткани. И вот пояс прорисовывают сразу на изделии, при этом совершенно непонятно ли не талии, нет его конструктивных особенностей. Если он отдельно и не вшитый, то желательно рисовать два эскиза с поясом на изделии и изделии без пояса, как оно будет просто плоско смотреться. Для этого вам и конструктор скажет, и технолог тоже спасибо. То есть вы покажете, как это изделие смотрится у нас во время носки, когда его подпоясали, и как это изделие смотрится просто в плоском виде на раскрою, когда с этим работает именно производство, а не когда это кто-то смотрит. И плюс ко всему я уже сделала подборку из материалов, которыми я буду заливать, чтобы она была такая вот фактурная, ну не совсем драповая, но такая ткань от верхней одежды, да, то есть не совсем рубашечная, не поплин, не оксфорд, а именно такая более утепленная штучка. Я беру шаблон, шаблон сможете скачать по ссылке под этим видео, welcome. Есть у нас еще другие шаблоны, и мы сейчас разработали шаблоны на нестандартные женские фигуры, то есть это когда узкие плечи, небольшая грудь, большая попа, или наоборот очень большая грудь, нету талии, да, и небольшие бедра. Это реальные женские фигуры, и если вы шьете, если вы разрабатываете одежду и предлагаете ее именно женщинам с нестандартной фигурой, а именно этот тип людей чаще обращается на индивидуальный пошив, обратите внимание на наши шаблоны, они будут вам интересны, потому что они сделаны специально вот для таких нестандартных случаев, потому что шаблонные стандартные изделия всегда можно купить в масс-маркете, а вот именно что-то на неподдающиеся шаблонированию, оно требует какого-то более индивидуального подхода. Тоже я ссылочку оставлю, сходите и посмотрите. А мы начинаем с вами работать, наш классический шаблон, манекенчик с разными руками. Давайте я начну с того, что уберу ненужные ручки. Сегодня я убираю верхнюю и нижнюю, оставляю среднюю, мне так будет комфортнее работать. Так, сразу цвет черный, нет пунктира и перо. Отлично. Ноги я не убираю, можно было бы убрать ноги, но поскольку мне нужно будет видеть длина, насколько она будет ниже бедра, поэтому я оставляю. И тоже плюс данной рубашки в том, что она симметричная. То есть здесь никаких проблем не будет, мы сейчас половинку красиво всю нарисуем, после этого можно ее будет просто раззеркалить и все будет отлично. Начинаем рисовать с половинки полочки. У нас там еще планка будет. Планку можно наложить поверх, либо сделать линию ползоноса, но это сейчас все разберем. Так, спущенное плечо, увеличенная такая рубашечная штучка. Они прямые, даже сейчас, наверное, надо бы поправить там эту точку. Прямая, чуть ниже бедра и со скошенной сразу линией вот здесь. То есть, как видите, сразу вот всю эту конструкцию, она закладывается при рисунке. Так, инструмент, топорная точка. Такое вот плечико. Здесь не хочу, чтобы была такая штука. Точку придется поднять чуть-чуть. Вот так вот. Эту точку тоже сдвигаем. Вот, отлично. Изделие это, ну, как бы, это рубашка, да, по своей сути, но по факту это верхнее изделие, соответственно, и сейчас есть такая тенденция, что его одевают, ну, водолазку, например, или там у вас даже, может быть, какой-то тонкий джемпер, футболка. Соответственно, оно должно быть более свободное. Так что это все мы туда вкладываем весь, эту смысловую нагрузочку, чтобы она была более широкая, более свободная. Так, манжет. Посмотрела много примеров того, как шьют. Сейчас, кстати, очень много вот в масс-маркете типа Zara и чем, и так далее. А, вот я сделала ошибку, кстати, вот смотрите. Я сделала ошибку первый раз за все эти видео, но ничего страшного. Я в этот раз не создала новый слой, на котором рисовать, и начала рисовать там же. И начала сейчас корректировать точку, и у меня начала смещаться и, соответственно, весь мой эскиз. Так дело не пойдет. Я сейчас выбрала то, что я нарисовала, скопировала. Я блокирую слой, на котором есть мой шаблон, создаю новый слой, Ctrl-B, и помещаю туда мой эскиз. И рисовать буду уже на этом слое, а там, где шаблон, он будет заблокирован. Это специально делается для того, чтобы ничего никуда не смещалось. Должно все стоять на своих местах и никуда не должно переезжать. Так, теперь карманы. Тоже отличительной особенностью данных курток, рубашек является наличие накладных карманов. Сейчас мы это все сделаем. Как правило, они бывают либо с клапанами, либо без клапанов. Но то, что я больше всего увидела, это, конечно же, карманы с клапанами. Так. Клапан должен быть чуть-чуть больше, чем самоословно. Ну, обычно они, по крайней мере, чуть-чуть выпирают. Вот так. Пока они без заливки, будет смотреться немножко странно. Сейчас, когда я заливку добавил, все будет как положено. Так. Есть еще такой маленький секрет визуальный. Когда мы с вами рисуем, здорово, когда карман, контур кармана чуть-чуть тоньше, чем внешний контур. Таким образом, внутри деталь кажется более аккуратной и меньше тянет на себя внимание. Поэтому. Оп. Так. Куда пропало? Тоже частый вопрос. Ничего не пропало. Вон оно там. Просто по слоям перешло чуть-чуть назад. Вот все вернули. Так. От строчки. От строчки будет вот так. Это линия, как для клапана, будет пунктирная. 2 на 2 на 0,25. Так. Вот так. Еще одна будет линия. От строчки идти вот так. Рубашки от строчки важны. Так. Так. Будет здесь линия идти. Сюда. 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 Перебор сюда. И сюда. Я нажимаю Ctrl Z. У меня откатывается действие назад. Теперь линия низа. Тоже она по краюшку отстрочена. Вот это вот то, что я нарисовала, кривизна, ее может не быть. Да. Может быть прямая линия. Может быть округлая. Вот мне понравилась такая угловатая. Как-то вот она мне симпонировала. Можете ее такой не делать. Можете сделать ее просто прямой. Это уже элемент дизайна от меня. И у меня должен быть именно таким. Так. Рукавчик. Немножечко у меня тут линию надо поправить. И тоже по манжету. Как правило, на этом манжете пуговичек нету. Но есть отстрочка по верху и по низу. Вот так. Раз. Два. 0,25. Спунктивная линия 2 на 2. Отлично. Так. Теперь для убедительности можно это все залить белым цветом. Плечо сейчас поправлю. Мне не нравится, что у меня здесь получился какой-то такой фееричный акад. Не должно я такого быть. Реально. Да, так лучше. Вот эту линию сейчас тоже чуть-чуть туда. Да. Так. Теперь у нас идет воротничок. Воротничок может быть на стойке и без стойки. Тоже надо сразу закладывать, как мы его будем рисовать. Я буду рисовать просто воротничок без стойки. Все равно нам надо внутреннюю часть обозначить, что она там есть. Это не нужно нам. Теперь сам воротник, который будет, собственно, лежать тут. Если не попадем с первой попытки, все поправим. Сейчас первую форму нарисуем, а потом уже можно будет откорректировать, как он себя ведет, насколько он большой, маленький и куда нам его надо поправить. Так. Эту линию оставляем. Не цепляемся на нее. Поднизу. Так. И сам воротничок чуть-чуть побольше. Сейчас еще поправлю, возможно, форму, когда будет уже планка. Толщину планки тоже отрегулируем. И будем поправлять. Так. И здесь. Сейчас поправим. Вот. Будет видна линия. Соответственно, как воротничок пришивается, это линия перегиба. Так. Хорошо. По краю воротничка тоже у нас будет отстрочка. Возможно, ее потом придется поправить, но... Сейчас ее поставим, чтобы она была. Чтобы было удобно работать. Так. Вот, в принципе, у нас полрубашечки такое уже есть. Планку буду рисовать уже потом, когда сейчас все сольем. Угу. Мне нужно зеркальное отражение. Центра. И сделаем. Хочется немножко вот эту линию поднять. Раз хочется, надо это сделать. Это то, о чем я говорю. Вот когда сливаешь, потом лучше видна форма, и она лучше читается. Так, это надо слить окном. Обработка контуров. Так. И на самый задний план. Угу. И еще хочется увеличить воротник. Раз, два, три. Раз, два, три. Потому что так. Это все-таки как верхнее изделие. Хочется, чтобы оно было более объемное. Как я двигаю, я выбираю точку инструментом Direct Selection. Это белая стрелочка. А движение осуществляю при помощи клавиш на клавиатуре. Поэтому ничего не видно на экране. Может быть слышны щелчки к клавиатуре. Я на клавиатуре нажимаю, и оно у меня смещается. Правый кнопочек может мыши соединить. Не хочет соединять она у меня. Не соединила. Нет, не соединила. Сейчас мы это поправим. Сейчас я просто туда линию поставлю. Она должна быть немножечко изогнута. Вот так. Не совсем вариант стойки. Сейчас мы поправим еще. Чтобы более смотрелся реалистично. Подвижные точки. И вниз. Вот так. Еще чуть-чуть правлю то, что мне тут нравится, не нравится. Для того, чтобы добиться желаемого эффекта. Ну, просто видите, я собрать не конкурент. Так. И теперь планочка. У меня даже линию за носку не буду делать. Прямо сейчас вот так вот на нее. Поверх сделаем. Плацупатные планки. Бывают обычные. Потолще, потоньше. Ну, то есть тут надо просто смотреть, какая планка должна быть на данном эскизе. Так. По краям у меня должна быть отстрочка. Поставим ее. Так. Отстрочка. Вот так. Отстрочка. Так. И нужны будут пуговки. Сейчас мы их отдельно сделаем. Потом туда уменьшим. Так. Так. И вот. Так. И еще будет видна, соответственно, петля. Но она, как правило, видна таким кусочком. Так. Вот таким. Назад это будет. И можно еще показать, что вот так вот перекрестим, оно решито. Вот. Это будет у нас пуговка. Пока смотрится странно. Сейчас я когда начну ее уменьшать, она начнется смотреться, как она должна быть. Немножечко я оттенок дам, чтобы она выделялась, чтобы ее было видно. И теперь это все уменьшаем. Кладем размер планочки. Сейчас я приближу бородник. Посмотрим там, какая нам нужна размеры и, соответственно, толщины линий. Потому что они уже регулируются под эскиз. Давайте попробуем 0,5. Толстоватый. 0,25. Хорошо. 0,5. Да. И эти по. 0,5. Вот. Красота. Вот такая пуговка у нас получается. Нужно, чтобы воротник был на самом верху, потому что планочка застегивается, немножечко вот так он иногда перекрывает. Вот, еще раз говорю, я рисовала воротник без стойки. Если будет стойка, то он немножко по-другому будет смотреться. Так, и теперь могут быть пуговицы, могут быть кнопки. Ну, как бы застежку надо смотреть. Вот, наша с вами рубашечка готова. И я обещала показать второй вариант, когда мы на эту же рубашку дополняем пояс. Ну, здесь можно пояс просто нарисовать вот так вот дополнением, да, то, что вот у нас еще пояс, и он с отсрочкой по контуру. Да, то есть по контуру он у нас отсрочен. Ну, вот так. Что будет, если мы оденем поверх? Я хочу сейчас немножечко расширить. Хватаю вот эти нижние точки. Еще расширяю. Да, так она пообъемнее будет, это даже лучше. Теперь создаю копию всего этого. Давайте сюда, в эту сторону. Вот. И сейчас этот эскиз останется как есть. Вот мы его нарисовали. То есть мы вот так это передадим конструктору. Покажем, какой толщины у нас будет пояс. Длину обсудим, ну, чтобы оно завернулось. Настолько длинно, насколько нужно. Как правило, длина пояса определяется на образце. То есть когда вы уже заворачиваете. Хотя он так можно приблизительно сделать. Теперь выбираю цвет контура. Как мы будем завязывать пояс? Пояс будем завязывать на линии талии. То есть он тоже определяется, он может быть чуть-чуть ниже. Соответственно, он должен быть завязан как-то вот здесь. Вот я его начинаю рисовать. Рисую я, соответственно, его поверх. Поверх линию встал плохо. Сейчас я его нарисую. Сразу задаю ему толщину. Он ложится поверх эскиза. А потом эскиз мы подкорректируем так, чтобы было понятно, как будто бы он собрался на пояс. То есть будет два ощущения от эскиза. Вот просто рубашка разложенная на полу, грубо говоря. И рубашка, одетая на манекене, на фигуре. Вот я посмотрела, насколько затягивает. Мы не притягиваем его прям вплотную к талии. Не в этом цель данного мероприятия. А просто то, что это верхнее изделие, которое на поясе. Вот так. Потом у нас идет сам узел. Сам узел. Из узла торчат один кончик. Торчит. Еще кусочек узла. И вот здесь уже другой кончик висит. Вот. Сейчас все покажу, все-все расскажу. Сначала пояс мы рисуем. Давайте на него сразу отстрочки сделаем. Немножечко может смотреть, ну как мусорно, не мусорно. Очень много всего на экране, потому что я выключила режим заливки. Убрала ее с этих двух объектов для того, чтобы мне было хорошо видно манекен. Чтобы я понимала, где у меня что находится. Это мы сейчас все исправим. Так, я делаю сейчас отстрочки. Чтобы у меня они тут были. И уже потом Присборим изделие. Покажу, как это все смотрится, чтобы было понимание. Так, по краю. И вот здесь тоже вот одна будет идти вот так по краю. Вторая будет идти вот так. Так. Все, теперь вношу ясность в то, что мы сделали. Смотрите. Пояс. Весь наш пояс. Закрашиваю белой заливкой. Вот такой пояс. То есть у нас получилось изделие, на котором вот таком пояс. Если вас смущает то, что у меня там внутри. Вот оно на уровне талии, но не совсем прям по талии идет. Вот так вот. Соответственно, что мы сейчас будем делать? Мы будем этот пояс, соответственно, под него подгонять наше изделие. Как я это буду делать? Смотрите, как это делается в иллюстраторе. Удобно и просто. Мы берем линию. Она, ну, не симметричная, естественно, здесь уже будет. Ставлю на нее две дополнительные точки. И инструментом Direct Selection притаскиваю их вот сюда. Что у нас здесь будет? Ну, вы просто вспомните изделие, посмотрите фото. У нас здесь будет вот такой мешочек. И здесь тоже будет небольшая вот такая выпуклость. Это естественно, это нормально. А здесь будет прямая линия. Глубину этого мешочка зависит от того, какого у вас изначально объема, насколько мы присобираем. Вот мы присобрали, да? Теперь вторую точно так же. Ставим две точки. И потом эти точки... Нет, не рисуем две точки. Добавляем две точки на существующий объект. Так. Одну сюда, одну сюда. И точно так же при помощи инструмента «Опорная точка» вот эти вот мешочки мы сюда возвращаем. Потому что пояс немножечко утягивает. Это вот как бы то, что лишнее. Плюс ко всему, очень красиво, если добавится чуть-чуть складок или чуть-чуть тенюшек, потому что мы же не утянули прям вот в ноль, да? Мы можем просто чуть-чуть добавить теневого эффекта, который покажет то, что изделие слегка поясом присбаривается вот здесь, вот здесь чуть-чуть. Вот так сделать, да? Вот я их просто сейчас контурами нарисовала. Сейчас мы их сделаем тенюшками. Вот. И выбираю все. Вот они черные, видите? И теперь им цвет заливки, нам нужна непрозрачность. Вот она спряталась. Вон она сейчас. Не выберу заново. Непрозрачность. И где-то процентов так, ну, около 10 должно быть. Вот, все готово. Сейчас сравним, что было и что стало. То есть наше с вами изделие, которое прямое, сделалось, соответственно, на поясе. Степень затянутости вы можете отрегулировать, при том, это достаточно просто. Смотрите, если вот здесь вот взять вот эти точки и их чуть-чуть подвинуть внутрь, у нас с вами регулируется затянутость. Единственное, что нужно будет потом подвигать, вот насколько она встает из-под пояса, насколько сильно пояс ее затянул, и вот это показать. Ну, основу в смысле. Вот это мы показываем. И от этого у вас будет затянуться. Насколько мы ее туда притянули. Вот такая получается история. Ну, и теперь, как бы, традиционно, давайте покажем, как это все будет смотреться в цвете. Можете эту красить в цвет, можете эту красить в цвет, в зависимости от того, что вам больше по душе. Я покрашу вот эту. Хотя можно и вот эту. Давайте эту покрасим. Без разницы. Показать лучше и то, и то. Показать то, что у вас изделие с поясом, и предполагается, что он так будет носиться. Так, я сейчас это все сгруппирую. И теперь у меня уже созданы заливочки. Все это будет легко и просто. Пуговки. Вот тут можно немножечко пуговок дать. Они могут быть контрастные, могут быть в том. Сейчас мы их по цвету тоже покрасим. Вот у нас появились пуговки. Смотрите. И видите, тени, их, в общем-то, особо и не видно, но они там есть. Если требуется, их можно сделать чуть поярче. Они все равно тени вдают, просто на белом они смотрятся ярче. Здесь можно чуть-чуть вот их поярче сделать. Вот у нас такой эскиз получился. Давайте другие цвета покрасим тоже. Кстати, восприятие эскиза на сером и на белом фоне тоже будет разное, поэтому надо создать монтажную область, чтобы было понимание того, как это будет смотреться. Так, еще один. Опять вхожу в группу. Здесь вообще сейчас все очень просто будет. Выбираю. И вот единственное, только надо обрати внимание на пуговицы, которые должны быть какого-то заданного мной цвета. Либо же можно туда готовые фотографии пуговиц. Мы тоже на курсе все разбираем, что можно прям фото пуговицы туда внедрить, все будет отлично. Так, и последний вариант. Можно однотонную заливку делать, но я специально выбрала, чтобы была она не однотонная, а была такая вот красивая. Вот у вас получилась куртка-рубашка, которую мы с вами нарисовали с ныря и залили рядными тканями, при этом показали примеры того, что эскиз рисуется и с поясом, и без пояса, и можно подпоясать уже нарисованный эскиз. Это как бы прелесть Adobe Illustrator, потому что рисуя от руки, вам бы пришлось весь эскиз перерисовать. А здесь мы просто взяли его подпояс. И как еще раз я повторяюсь, степень подпоясности тоже можно отрегулировать, потому что здесь вот если убрать цвет заливки, видно, что еще до линии талии, самого манекена, вот до этой, еще там достаточно много осталось. Я могу этот пояс еще затянуть. Но насколько это актуально по тренду, насколько это актуально по моде, это вот уже вопрос, на который будет отвечать конкретный дизайнер, который будет отрисовывать этот эскиз, который будет задавать, как бы он хотел, чтобы это изделие смотрелось. На этом все. Рисуйте. Обязательно напишите мне, что вы еще хотите порисовать, на что мне еще обратить внимание, какие вам интересные приемы показать. Если вы хотите изучить адопалюстратор с нуля, приходите на курс, оставлю ссылочку в описании. Обучаю прям вот со знакомства с программой, здравствуйте, это адопалюстратор, векторная графика, до вот хороших, качественных эскизов. Здесь в основном только практика. Показываю примеры, как что отрисовать, но редко говорю о свойствах инструментов, редко говорю о том, что вот как что, когда. Потому что на этом люди тоже обучаются, говорят, ой, а оказывается, копировать и вставить можно сделать таким количеством способов. Да, не только Ctrl-C, Ctrl-V там еще есть вложенные функции. Какие-то я озвучиваю, какие-то нет, но вот на курсе это все систематизировано, все по порядку, с проверкой домашних заданий. Так что если это нужно по работе, если вы хотите этим заниматься, welcome, обучу, пойдете потом работать, будете заниматься, зарабатывать этим деньги. Если нет, пользуйтесь YouTube, здесь тоже много полезной информации. Я рада, что вы со мной. Не забывайте поставить лайк. Если вам понравилось видео, написать свои комментарии. Ну и подписаться на канал, поставить колокольчик, потому что каждый вторник я вам показываю новые эскизы, а наш большой челлендж 100 эскизов продолжается. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok